Сегодня коллектив Слудской госавтоинспекции более 20 человек. Они продолжают работу у своих предшественников оперативно и эффективно, работая на профилактику аварийности, пресекая нарушения на дорогах. В один из дней во время проведения акций наша съемочная группа отправилась в рейд сотрудниками ГАИ. На некоторых особо недобросовестных автолюбителей были составлены протоколы. К слову, штраф за отсутствие техосмотра и непристегнутый ремень безопасности сегодня составляет от одной до трех базовых величин. Хотелось бы обратить внимание, прежде всего, что на территории Минской области, в том числе и Слудского района, с 13 июля по 17 июля проводится комплекс профилактических мероприятий под девизовым названием «Пристегнись и дети пассажиры». На данный период времени госавтоинспекции и вообще милиции общественной безопасности особое внимание уделяется использованию ремней безопасности при передвижении как водителями, так и пассажирами транспортных средств. А также на четком и жестком контроле осуществляется контроль за перевозкой детей пассажиров до 12-летнего возраста на пассажирских сиденьях и в автомобилях. Чтобы максимально защитить участников дорожного движения, сотрудники госавтоинспекции традиционно проводят просветительские акции. День безопасности дорожного движения, внимание, дети, колес меньше, опасности больше и другие. К сожалению, не все соблюдают правила. Есть такие водители, которые подвергают опасности не только свою жизнь. На пульт дежурного поступило сообщение о совершенном ДТП. Сотрудники госавтоинспекции незамедлительно отправляются на место. По приезду выяснилось, что неустановленным водителем автомобиля, который с места происшествия скрылся, был совершен наезд на велосипед, который находился у обочины проезжей части дороги. Уже позже на улице Магистральной сотрудниками ГАИ был задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, в марте 2016 года повторный лишенный прав управления транспортного средства. Данный гражданин в течение одного года совершил три правонарушения и все в состоянии алкогольного опьянения. В отношении владельца авто составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством лицом, находившимся в состоянии опьянения». Несмотря на ужесточение ответственности за вождение в алкогольном опьянении, далеко не все водители считают для себя законом отказаться от поездки после общения с рюмкой. За шесть месяцев 2016 года произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло четверо, ранено 23 человека, по вине водителей, находившихся в нетрезвом состоянии – трое. Если аварию, в которой виноват трезвый человек, еще можно считать несчастным случаем, то ДТП по вине пьяного водителя – тяжкое преступление.